Потасовки и дымовые шашки во Львовском облсовете, куда во время сессии прорвались радикалы. Когда полицейские попытались их угомонить, началась драка. Обо всем подробнее уже готова рассказать наш львовский корреспондент Галина Якушко. Она с нами на прямой связи. Галя, здравствуй. Что стало причиной таких действий радикально настроенных граждан? Добрый вечер, Наташа. Сегодня на сессии Львовского облсовета рассматривали вопросы социального развития региона. Возле здания собрались радикалы из национального корпуса АЗОВ, правого сектора и партии Свобода. Их представители находились в зале, требовали срочно проголосовать за обращение к президенту, продлить мораторий на продажу земли и национализировать все активы России в Украине. Депутаты заявление выслушали, но на голосование решили поставить, когда закончат с вопросами повестки дня. Это разозлило радикалов, и те из них, которые стояли на улице, пошли на штурм здания. Було домовлено, что вопрос будет вынесено на голосование в первой часе, этого не было сделано, но мы попередили. Мы дали паузу, пошли на все поступки. Были способны прорвать суды, мы тут на месте были готовы дать возможность продолжить. Между радикалами охраной завязалась драка, в зале подожгли несколько дымовых шашек. Пострадала одна из журналисток, женщина беременна и надышалась едким дымом. Ее увезла скорая. По словам врачей, существует угроза выкидыша. Кроме журналистки, пострадали 11 полицейских. Замглавы облсовета утверждает, повода для таких действий радикалов не было. За то, чтобы поддержать обращение радикалов к президенту, действительно собирались проголосовать. Что же касается радикалов, то ни одного из них полиция не задержала. Депутаты после возникшей потасовки поспешно покинули зал заседания. Следующую сессию назначили на четверг, когда и обещают обращение радикалов рассмотреть. Наташа? Спасибо, Галя. Галина Якушко о срыве сессии Львовского облсовета.